Добрый вечер! В эфире информационная программа «Наши новости» в студии Евгения Даровская и Александр Лансков. Смотрите сегодня в программе. Ужас из трех букв. Гроза нерадивых управляющих компаний продолжает исследовать сферу ЖКХ. Часть краевой столицы, словно в лучших традициях паводка, пошла ко дну. Его возведения ждали 15 лет. В Рубцовске осветили новый храм. Благодати Господа нашего Иисуса Христа! Воссоздавая историю, в стенах бийского старинного особняка собрались воины Средневековья. Опасную игру устроили два подростка в Барнауле. Они решили поджечь порох прямо на балконе многоэтажки. Чем закончилась игра со спичками и жизнью, расскажет Галина Юмашева. Два 14-летних мальчика, оставшись дома одни, решили провести химический опыт. Посмотреть, как горит порох. Они вышли на балкон, который был наполнен старыми вещами, в том числе и быстро воспламеняющимися. Высыпали взрывоопасный порошок на пол и подожгли его. Тут же раздался взрыв. Оба мальчика с перепугу выбежали на улицу. Только потом поняли, что их руки и лица обожжены. Подростки пострадали, получили ожоги третьей степени лица и конечности. И были госпитализированы. Больше никто из жильцов дома и случайных прохожих не пострадал. Сосед вызвал скорую помощь и принялся тушить пожар. Я же залил тряпки, которые трели. Там пальто, вот картошка была закрыта, пальто осенним трело. И это самое, и вот этот матрас. И тряпки я схватил, которые на полу я схватил, и он влагу забросил, водой залил. Огонь удалось быстро потушить, дети остались живы. Поэтому, можно сказать, игра со спичками и порохом на этот раз закончилась относительно благополучно. Однако полицейские этот случай не оставят без внимания и в первую очередь выяснят, откуда у детей взялось взрывчатое вещество. Галина Юмашева, Павел Лауранин. Наши новости. Сегодня в Каевой столице прошло совещание работников здравоохранения Сибирского, Дальневосточного и Уральского округов. Участие во встрече принял полпред президента Виктор Толоконский. Почему совещание федерального значения проходило именно на Алтай, расскажет Татьяна Гладкова. Вначале Виктор Толоконский посетил федеральный центр травматологии, эндопротизирования и ортопедии Барнаула. Полпред дал довольно высокую оценку увиденному. Еще 10 лет назад высокотехнологичная помощь была доступна не для всех. Даже вот будучи здоровыми, они должны иметь где-то вот в подсознании полную уверенность, что они живут в городе, в регионе, где есть возможность получить самую современную, всю необходимую медицинскую помощь. Вот почему важно было эти центры разместить в разные регионы. Главная задача, которая сейчас стоит в сфере медицины, по мнению заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Айрата Фарахова, это максимально эффективная реализация всех программ и ресурсов, которые у нас имеются. Федеральные эксперты отметили, за последние годы в нашем регионе появилось несколько современных медицинских центров, поэтому не случайно, что площадкой для совещания выбрали Алтайский край. Здесь сегодня приехали более 20 субъектов, чтобы поделиться своим опытом максимально оптимального использования ресурсов и, соответственно, наметить планы на перспективу. Для Алтайского края это не только обмен опытом. В преддверии принятия основного финансового документа, краевого бюджета на 2014 и плановые периоды 2015-2016 годов, подобное совещание является возможностью внести необходимые корректировки. Это фактически тот, еще возможно где-то внести какие-то коррективы в этот основной финансовый документ. Это и по объемам показаний медицинской помощи, по видам медицинской помощи и так далее. Также сегодня обсуждали темы профилактической направленности здравоохранения, вопросы охраны материнства и детства, процессы информатизации. Но это, отмечали эксперты, невозможно без достойного кадрового обеспечения. Сложно спроектировать, сложно построить, дорого оснастить современным оборудованием, но все это не будет давать эффекта, если не будут созданы высокопрофессиональные коллективы медицинских работников. В этом центре на наших глазах эта серьезная работа ведется. Так что Алтайский край показывает неплохие результаты в развитии медицины, и возможно другие регионы будут брать с нас пример. Татьяна Гладкова, Андрей Печоркин. Наши новости. Ужас из трех букв в ЖКХ. Нередко эта сфера доводит до стрессового состояния жителей. А вот у нашего корреспондента Кирилла Политова уже выработался иммунитет. Он продолжает бесстрашно вести рубрику «Хроники быта». Наполнена она сегодня историей переполненной канализации, которая утопила часть поселка Затон. А также о замерзающем доме, где тепло исходит не от батареи, а от газовых плит. Итак, передаем слово грозе нерадивых управляющих компаний. Теперь оно перешло на эту сторону. Ой-ой-ой. Эта сырость со своей вечной подругой Плесенью гуляет по стенам. Поселились незваные гости в 12-м доме. Он расположен на проспекте строителей. Помогли с пропиской мастера из компании «Первая». Они вот уже несколько месяцев как льют воду. Мол, еще немного, еще чуть-чуть, и мы закатаем кровлю в рубероид. Но, по всей видимости, столь высокую цель коммунальщики не смогли достичь. Крыша с приходом сезона дождей заплакала, а вместе с ней жильцы. Под напором сдались без боя, обои, а также потолочная плитка. Живительная влага решила подружиться с электротоком, но их встреча была ошибкой. В итоге замыкание. Дополняет общую картинку тазики и ведра. Эти атрибуты стали неотъемлемой частью борьбы. За окном периодически пролетают кирпичи, вымыло основу. Из-под прямоугольных все та же H2O. Когда снег в прошлом году выпал первый, начал таять. Мы 35 ведерочек собрали с соседкой, чтобы не бежала до кону. Все равно до второго она бежала. А если бы не собирать, чтобы была вот такая жизнь. Кардинально меняем тему, а вместе с ней локацию. Это улица 80-й гвардейской дивизии. Достался этому зданию номер 40, а еще и непрофессиональные коммунальщики. В некоторых квартирах, по словам горожан, медленно, но верно наступает ледниковый период. Якобы температура в квартирах не поднимается выше 12 отсечек. А потому вместо домашнего халата верхняя одежда, а вместо теплых труб, обогревателей, газовые плиты. Говорят, дети сейчас стали болеть гораздо чаще обычного. Жители обратились к мастерам, мол, батареи едва теплые, пора бы поддать парку, но в ответ лишь прохладный прием. Напоминаем специалистам, что согласно Григорианскому календарю, за осенью приходит зима, и там уже минус за окном, куда серьезнее. А то, может, они по календарю мая живут. У нас ЖЭК номер 46, управляющая компания. Да, мы каждый день им звоним. Ну, они пришли, температуру померили, там, допустим, 19-18. Объясняешь, что у нас работает обогреватель. То есть, если обогреватель мы выключим, трубы холодные. Часть краевой столицы, словно в лучших традициях, паводка пошла ко дну. Однако на этот раз Барнольскую Венецию затопило не водой. Тут история с душком. То, что обычно гуляет по трубам, вытекло на улице поселка. Жидкие бытовые отходы расползлись по всей округе. Аж вон до Лермонтова достали. Это так называется улица, которую вы видите на ваших экранах. А фабула истории такова. Компания «Мой дом за тон» отказалась опустошать выгребные ямы. Говорят, их не устроил тариф. Через некоторое время, это очевидно, резервуары наполнились под завязку. Нечистоты перешли в отерлинию и хлынули в обратном направлении. Распространились они по квадратным метрам через сантехнику. Кто виноват? Я считаю, что в первую очередь наша управляющая компания виновата. В первую очередь. Потому что мы, собственники, мы не должны искать перевозчика. Мы как его должны искать перевозчика? Выйти и где-то там искать этого перевозчика. То есть, если она взяла «Наш мой дом за тон», она должна наверняка и заниматься этим вовремя. На сигнал «СОС» откликнулись насосом. Но уже другая фирма «Дорожник-1». Правда, их машины значительно уступают прежним по габаритам. А потому эта помощь стала лишь каплей в канализации. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Один раз за... Они принимают по телефонам 29 10 49 и 29 10 47. Ну а мы продолжаем. Стройотрядовцы Алтайского края признаны лучшими в России. Сегодня в краевую столицу из Сочи вернулся сводный студенческий отряд. Наши ребята принимали участие во всероссийском слете и фестивале, где впервые с советских времен выбирали лучший региональный студенческий штаб. Стройотрядовцы с Алтая стали первыми в новейшей истории, у кого в руках оказалось переходящее знамя победы. Естественно, что это и результаты, и победа наших отрядов на всероссийских студенческих стройках. Потому что география работы действительно была, она обширная. Ребята были представлены в разных уголках нашей страны. И везде себя ребята проявили на должном уровне. Это не только в работе, но и, естественно, в творчестве и в комиссарской деятельности. Минувшее воскресенье стало настоящим днем православия в Рубцовске. Епископ Барнаульский Алтайский Владыка Сергий осветил новый храм и камень на месте строительства будущего прихода. Несмотря на выходной, жители города еще с 8 утра начали собираться в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Освящение храма верующие пропустить не могли. В совершидеточин приехали сразу два епископа – Барнаульский Алтайский Сергий и Рубцовский Роман. Благодати Господа нашего и Иисуса Христа, любые богатые отца и причастие Святого Духа. Как правило, такие службы проходят дольше обычных и при этом отличаются особой торжественностью. Возведение церкви ждали около 15 лет. Епископ Барнаульский Алтайский назвал этот день великим событием. Мы сегодня совершили посвящение этого великолепного храма, который получил освящающую благодать Божию и стал нашей народной национальной святыней. Ибо вокруг храма Божия созидается жизнь нашего народа, жизнь каждого человека. В окончании службы владыка Сергий наградил строителей храма и тех, кто помогал в его возведении. Затем представители епархии и местной администрации отправились на закладку камня на месте будущего прихода уже в южной части города. В этом районе храма нет. Его строительство ожидают многие жители поселка. Несмотря на холод и пронизывающий ветер, они пришли поучаствовать в этом историческом событии. И как сказал владыка Сергий, Бог даст и вскоре здесь все соберутся вновь, чтобы уже осветить храм всех святых. Яна Писарева, Геннадий Лабзин. Наши новости. В Бийском Кривеческом музее произошло уникальное событие. Весной зародилась идея, а осень ее воплотили в реальность. На фестивале исторической реконструкции «Меч в камне» побывал Николай Тихонов. В стенах старинного особняка купца Осанова собрались воины средневековой Европы и Японии. Вот так был одет знаменитый боксинский человек, живший в 13 веке в Швеции. Кто-то из гостей был не прочь примерить настоящие доспехи самурая, изготовленные по образцам кровавой и великой эпохи Сен-Гоку. Кто-то участвовал в мастер-классах по оригами и монотипи. Участники фестиваля – бийчане, клан Токедо, военно-патриотический клуб «Русь», а также клуб исторического танца «Исток». Ребята и сами танцевали, и научили танцевать посетителей. Это шотландский свадебный танец. На выставке еще и ремесленники, кузнецы, речи по дереву. Чтобы помочь организовать такой фестиваль, откликнулись представители детского дома творчества номер один. Они обучали гостей техники оригами. Студенты бийского педагогического колледжа познакомили гостей с уникальной техникой монотипия. Это очень быстрый рисунок. Монотипия – это техника, которая в себе смешивает штамп и живописи. Вообще, первоначально эта техника была создана для печатания в книгах, когда отображались иллюстрации. Не обязательно обладать особыми навыками. Достаточно рисовать как можешь. Прямо на наших глазах родился шедевр. Вот что у нас получилось. Монотипия. Ульяна, а сколько времени у тебя ушло на эту работу? Наверное, минуски три. Даже меньше. Быстро. Как отмечают организаторы выставки реконструкции, новое начинание обязательно будет жить. В планах проведение нового исторического праздника. Николай Тихонов, Иван Зяблицкий. Наши новости. Таким был вторник глазами наших корреспондентов. Впереди прогноз погоды. Зрители Краевой столицы еще ждут две рубрики. Юрий Борлис расскажет, что интересного произошло на неделе в мировом, российском и алтайском спорте. А также телетроллинг с Сашей Вайс. В студии для вас работали Евгения Даровская. И Александр Лансков. Хорошего вечера вам и до свидания. Здравствуйте! В эфире я, Саша Вайс, ваш позитивный телетролль. Мы снова смотрим, что принесли мои сети, заброшенные, как всегда, в самую гущу алтайских блогов, пабликов и сайтов. Для начала, с днем армии Гондураса! Он отмечается сегодня. Экзотика. Мне сразу вспоминается роман о Генри, короли и капуста. Но если брать Гондурас не как географическое, а как ментально-фольклорное понятие, то и всех нас, интернетчиков, можно зачислить в ряды его армии. Братья по оружию. Бойцы армии Гондураса. Привет! Андрей Вдовин ведет ленту новостей Барнаула 100-летней давности. Он выкладывает в своем блоге в живом журнале «Хронику» 1913 года. Берет материалы из газет того времени, когда население Барнаула не дотягивало и до 70 тысяч. Сейчас барнаульцев в 10 раз больше, а хроники в чем-то перекликаются. Например, ровно 100 лет назад газета «Жизнь Алтая» сообщала, что в Барнауле замечается поразительное переполнение тюрьмы. Местная тюрьма рассчитана на 150 человек. Столько же может вместить и арестный дом. Между тем, в настоящее время в этих двух зданиях помещается 927 человек, а иногда число арестантов превышает 1000 человек. А, говорят, преступности переполненной СИЗО – это современное явление. А вот современная история, случившаяся, правда, в соседней области, но с хорошо известным на Алтае блогером Ильей Стахеевым. С некоторых пор Стахеев еще и новосибирский чиновник в ранге областного замминистра. Так вот, на него пожаловали жители местечко с чудесным названием Болотное. Им не понравилось, что, посетив общественный туалет в Болотном, замминистра блогер назвал его в своем твиттере «градообразующим предприятием». 11 возмущенных жителей Болотного поясняют, что «градообразующим предприятием» называется предприятие, на котором занята значительная или даже основная часть работающих граждан города. Поэтому гипотеза Стахеева о том, что большая часть жителей занимается обслуживанием туалета, либо причастна к распределению доходов от его использования, просто смешна. А по мне так просто смешны эти болотные страсти. Или, может, это все-таки фейк? Илья, не расскажешь в нашей программе? Или еще одно туалетное дело. Гондурас так Гондурас. Буря эмоций в сети вызвала история о том, как дочь-младшеклассница-жительница Барнаула Екатерины пошла в туалет одного из ресторанов города. Вернее, все обсуждают то, что она там увидела. Короче, вот такой калаш украшает это заведение. Читатели сайта amig.ru проявили бездну остроумия и эрудиции, обсуждая и ситуацию, и красоты оформительского стиля. Куда там жителям Болотного? Тут и про Чечню, и про отношения полов, и про актуальный дизайн, и про проблемы общественного питания. Между прочим, самая популярная новость дня. Тысячи просмотров, сотни комментариев. Армия гондурасов в бою. Вот и все на сегодня. И я, Саша Вайс, прощаюсь с вами до следующего появления с добытыми в сети материалами. Ссылки на свои блоги и интересующие вас интернет-ресурсы можете присылать мне на почту. Вы ее видите перед собой. Всем привет! Увидимся в четверг! Здравствуйте! Сегодня в программе самый короткий теннисный матч, шахматный рекорд Алтая и футбольный гол, который запомнится как наиболее курьезный во вселенной. Самый короткий матч в истории тенниса сыграл молдаванин Максим Дубаренко, разгромив своего соперника в Казани за 28 минут. Оппонентом 383-й ракетки мира был местный спортсмен Рафис Мифтахов. Ну, не важно, как его там звали. За весь поединок, закончившийся со счетом 6-0-6-0, Дубаренко отдал сопернику лишь 7 розыгрышей. Ушел и всех сдал напоследок. Бывший нападающий латвийской команды Дуагава нигерийц Стэнли Ибе обвинил руководство в организации договорных матчей. Президент клуба, говорит, давал информацию директору и тренеру, а те уже выбирали трех-четырех футболистов, которым ставили определенные задачи. Главным было достигнуть результата, но на самом деле платили-то за то, чтобы футболисты ничего не делали. Теперь коротко о заметных спортивных событиях прошедшей недели в привычном дайджесте под названием «От вторника до вторника». Бодибилдер Александр Барбашин стал первым на популярном турнире Арнольд Классик Европа в Мадриде, преодолев свой синдром второго места. Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ирина Чащина на день прибыла в Барнаул поднять настроение девчонкам открытой полгода назад школы своего имени. Воспитать новое поколение спортсменов такое бремя подспудно чувствуют на себе большинство людей высокого полета. Расслабляться нельзя. Если мы хотим наших чемпионов в Барнауле вырасти, то мы должны постоянно их стимулировать. Шесть алтайских борцов прошли отбор на первенство России. Победителями сибирского этапа в Барнауле стали Токмачев, Качеев, Мехов, еще три медали у Головизина, Круглова, Кумышева. Финал хотели провести на Сахалине, но одумались перенесли в Кемерово. В эти же дни Алексей Тадыкин стал серебряным призером международного турнира во Владимире, проведя пять схваток. Там принимали участие более двухсот борцов из ближнего и нормального зарубежья. Алтай-баскет сразился с приморским «Спартаком». В третьей четверти наши, увы, растеряли нити игры, уступив с отрывом в 12 очков. 61-73. Доигрывали тихонько, без интриги. Второй раз подряд хоккеисты алтайских «Берхутов» оказались сильнее омских «Ястребов». Рецепт прост. Забрасываешь в начале встречи, это удалось Тузову, и еще раз в конце пустые ворота поразил Локотко. В 2-0 наша молодежка продолжает возглавлять восточный дивизион команд. На ветеранском шахматном турнире впервые насчитали 83 участника, аж вешалка от одежды трещала. Тут есть свои Брежнев, Черненко, Горбачев, нет, не заходил. Такой фамилии в списках не значится. Борьба идет, полочка отделяет первое место от седьмого. Там много кандидатов, играющих в серьезных турнирах, и вот они у них идет, борьба, конечно, настоящая. Но у нас идет еще и зачет командный. Центральный район победил в этот раз. Победителем темпа турнира стал Юрий Разговоров, 9,5 очков из 11. Столько же у его тезки Никонова, но он уступил по дополнительному коэффициенту. Среди женщин лучший результат показала Татьяна Черненко, 5,5 очков. Кроме того, Блиц-турнир выиграл Юрий Никонов. Победителем юношеского первенства края по свободной пирамиде стал Лев Булгаков из Барнаула. В финале он обыграл рубцовчанина Вадима Пласовского. Третье место занял Владислав Школин. У девушек Юлия Трубникова была сильнее Лизы Устеменко. Это единственная встреча. И сразу в финал. Теперь в ноябре победителем местного турнира отправится на первенство Сибири на Кузбасс. Вот кто не волнуется пока никаким местом. Беззаботные ребятки, едва ступившие на путь достижений. В центре Элланс их посвятили в спортсмены. В рамках благотворительного фестиваля спорта здесь прошли турниры по кунг-фу, битва на мягких мячах, по теннису и художественной гимнастике. Дети, оставленные без попечения родителей, могли выбрать для себя вид спорта из тех, что предлагает Элланс, и начать заниматься им бесплатно. Лицом недели по версии нашей программы является немецкий футболист Штефан Кислинг. Он несколько дней мелькает в прессе за то, что натворил. Победным для его команды Байер стал курьезнейший гол. Удар пришелся в сетку ворот с внешней стороны, но мяч через дырку оказался за линией. Арбитр не разобрался в эпизоде, ошибочно засчитал гол. Автор «Чуда» Кислинг сказал, глупо себя чувствую, остался неприятный осадок. В первый момент я подумал, что мяч не попал в ворота, но все же налетели на меня поздравлять, что мне было делать. Я находился в некотором замешательстве и не мог со стопроцентной уверенностью оценить эпизод. Когда игроки соперника стали указывать на дырку в сетке ворот, я задумался и сказал арбитру, что не знаю, как мяч залетел в ворот. Что не знаешь, выясняй. Что не понял, понимай. Кислинг знает, куда бить, но спорт обязан честным быть. Пролетели несколько минут еженедельной передачи, то ли еще покажем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин